Друзья, всем привет! И да, это все-таки правда, то, что написано в названии. Мы едем в Испанию на Майор. Попали просто невероятно удача. Мы попали на какую-то акцию, просто зашли на сайт наугад и нашли билеты по 9 евро. 9 евро стоит билет на самолет, лететь 3 часа. Понятно, мы не можем с собой брать багажа, но тем не менее, 9 евро это... Сколько это в рублях? Наверное, 700 рублей. За 700 рублей смотаться в Испании на выходные, типа, почему нет? Погнали! Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, мы доехали до центра, сейчас начнем потихонечку искать. Надо покушать, сегодня еще ничего не кушали. Сразу вижу, вот там прикольная тема. Такая какая-то старинная, похожая на замок, но чуть позже сдвинемся туда. А перед нами тут вот самое побережье, типа, яхты, катера. Выглядит, конечно, безумно. Не найти 9 евро, которую мы заплатили, но посмотрим, что будет дальше. Это Пальма, в бухте Пальма, город Пальма, на острове Майорка. Тут находится, типа, крупнейший город, большинство населения этого острова. Но маленькие деревушки, которые здесь также присутствуют на острове, они просто, говорят, поражают воображение, очень красивые. Апельсины, местная достопримечательность. Выглядят они вот так, а чуть позже вот так. Они просто настолько, их, видимо, там много, и они никому не нужны. Знаете, как у нас, не знаю, черешня или вишня валяются же. Народ вообще вот там лежит, отдыхает, расслабляется. Видимо, устали. У них, по-моему, еще есть какие-то часы, типа, сиеста, когда они просто лежат, отдыхают, и послеобеденный сон. Это как раз вот про Испанию. Короче, сейчас перекусили, пообедали. Идем дальше гулять. Зашли в несколько ресторанчиков. Проблема была в том, чтобы дождаться, пока не открылись, поскольку до шести никто работать не хотел. Только после шести кто-то начал открываться. И сейчас после шести, на самом деле, город ожил. Более-менее. Че ты хочешь? Сангрия вкусная. Сангрия вкусная. Это идет целыми днями, бухает, короче. Ну, как обычно. Ну, как целыми днями. Вечер? Сколько? Ну, как бы, у него вечер начался в три часа дня. Вовс. Еще два литра. И он еще два литра с собой несет. Про запах, чтобы хватило на весь вечер. С трех до трех. Су прикольненько, видимо, отдыхает. Ну, погодка реально классная, приятненько так. Сейчас вроде как раз 29 градусов, самое то. Очень клево. В центре тут реально какая-то архитектура такая весьма интересная. Там какой-то замок, здесь какой-то собор. Как будто соска идет. У него топливо кончается, ему срочно нужно заправиться. Офигенно, мне кажется, тема, когда ребята вдоль побережья моря просто на велик катаются. Здесь такая велодорожка специально обустроена, она с разметкой посерединке, покрытие специально прорезиненное. И народу спокойно себе вдоль побережья катится на фоне вот этого прекрасного моря. Да, и со всех сторон коты. Вон видно мелких котов. А, и два. Еще очень много черных, да, я заметил? Да, и вон там еще три сидят. Вон еще сидят паточку котов. Один, два, три. Минимум. Давай, чувак. Нормально. На самом деле, водичка, ну не сказать, что прям горячая. Прохладная вода. Привыкнуть, наверное, можно. Сейчас уже вечер не залезу, но завтра поплавать можно. Для передвижений по городу мы соревновали вот такую вот тачку. Очень удачненькая там акция была, достаточно дешево получилось. В день аренды такой машины стоят полтора евро, что-то такое. То есть в целом это получается 100 рублей, 120 рублей. Машина какая-то Ford на механике, достаточно бодренько прет. Ну и политика достаточно неплохая, просто full to full, то есть полный бензин на полный бензин. Интересная тема, зашли сейчас в Макдональдс. Это, наверное, первый Макдональдс, в котором отсутствует вообще персональный терминал. То есть вы вообще не можете больше подойти сюда. Экономят на персонале, и у них чисто вот здесь автоматы. Вот эта девчонка, одна единственная девчонка была до того, как пришел этот пацан, она вот по всему ресторану бегала, на всех что-то там языках мира разговаривает, быстро что-то говорит маленький Микки Маус, короче. Ну прикольно, я типа все успеваю. Друзья, это Вальдемосса, судя по указателям на дороге. Очень такой какой-то аутентичный городок, судя по всему, в нем живет там 200 человек. И вон там, сразу за ним, по-моему, начинается заново море. Бассейн, точно, бассейн люди все отстроили. То есть, в принципе, конечно, жить здесь можно, но я думаю, до ближайшего магазина это соседний город ехать, то есть полчаса. Но жить, конечно, в таком месте я бы не хотел. Не знаю, мне кажется, спешновато. Это точно майский? Да. Это майский жук? Да. Ну-ка, укусиво. У него хоботок, во-первых, он не будет мне кушать. Он пьет твой пот. Нет, меня даже пота нет. Он думает, что я цветочек. Ой, какой-то не... Да, он топит, конечно, нормально. Да, он как раз бассейн тоже чей-то, кто-то там, видимо, отдыхает. О, маленький рынок. Блин, как клево, как в каком-то Маракеши, да? Городской пляжик какого-то городка. Как называется городок? Не знаю, даже не помню, как называется городок. В общем, выглядит он следующим образом. Хороший, красивый песочек. Понятное дело, всякие веточки, наверное, его не чистят каждый день. Но какая же голубая чистая вода, лагуна просто. Вообще кайф. Стоят всякие яхточки маленькие. Но тут очень много раз вот эта вся тема. Ну, остров маленький. Тут есть, где поплавать, всякие маленькие бухточки. Они все постоянно круголяк вокруг острова нарезают. Поэтому их у всех, практически у каждого жителя, есть наверняка лодочка. Поезд какой-то прикольный едет. Такой выглядит очень древним. А кто ли похож на трамвай, то ли на поезд. Очень классный пляж. Все песочек, очень мягенький. Ну, он не такой мини, как... Смотри, он жрет что-то. Не-не-не, лучше с низкого. Ближе к ваше. Ты хорошо сейчас стоишь, прямо оттуда и прыгай. Да. И главное это, слышь? О, ты сейчас в рисование прыгала. Я-то по сми потом в воду. Ха-ха-ха-ха. Что ты заебал? Ха-ха-ха. Чувак, да прыгни и все, ну е-мое. Я просто пропагаю, что ты... Я просто от выгуста буду сорвать. А-а-а. А-а-а. Давай это, понял? Кого выгу? Кого выгу? Да. Играя. Существует я, меня это пропагандили. Рыбет у нас. это нормально вот хорош водичка течет причем еще она не соленая она прохладненько родниковая видимо вода отсюда вот втекает и сразу в море потом в океан шире грибок бывшая амплитуда офигенная офигенная альтернатива какому-нибудь там душу и родник из-под земли бьет и вот он выходит на поверхность здесь очень клево сделали то что он искупаться можно и попить и сделать это причем еще как это делали наши с вами предки какая-то утка она ободанная какая-то вот она здоровая вот жизнь вот такого живет в таком месте плавает себе отдыхает на лучших пляжах песчаных приятных кайф парни да конечно летят как надо но а дальше вот машины едут уже стандартно ты сравните типа насколько они спокойнее а слева у нас вот такая вот клевая долина вот так выглядит гора очень клевая гора а те кто думает что майорка чисто пляжи это не сам не соль но не совсем так тут очень много еще очень красивых гор и они относительно высокие то есть горы высотой километр полтора приблизительно причем который очень близко к воде находится клевые виды но вообще поражаюсь велосипедистом которая умудряется в такую гору тут реально достаточно высокая ерунда то есть вот оттуда сюда заезжает на велосипедах понятно на шоссейниках легче катится в горку но тем не менее это все-таки я думаю титанический труд чувак он слезает с великой еле стоит на ногах покачиваясь держится за коленки бедный но уже по-моему взрослому жить поэтому может быть он не форме уже своим а может они все так же сюда подъезжают может они типа спортсмены готовятся к соревнованиям обалденный вид это просто знаете как в средиземье где там василин колец во что-то типа такого там и было полон по таким примером и ландшафтам туда-сюда и вон там ведь не поняли вот это все море я правда не совсем понимаю где она кончается на полону где-то посередине вот так вот море заканчивается дальше начинается небо но вот этот переход его просто нет и вид отсюда конечно шикарный эти дороги просто обалденные и опять же по моему вот это вот все это море ну нижняя часть до вот этой полосы хотя я не уверен но вроде как это море потому что мы достаточно высоко и там должно быть море нашли такой небольшой какой-то более-менее затерянный пляж выглядит он вот так вот сейчас попробуем окунуться вода конечно чистейка и посмотрите на этот цвет он такой темно-салатово-зеленый какой-то очень клёвый цвет вернуть хочешь попробую снять сюда вид просто потрясающий скажи что-нибудь камеру очень красиво правда к сожалению точки набежали я хотел закат посмотреть но закат и еще такие породы знаешь они как будто эти из магмы такие какие-то дрявые темно-серого цвета мне кажется вот там типа жерва вулкана если бы оттуда дым шел то это было бы очень и тишина тут настолько тихо то есть тут вообще мне кажется практически нет людей если так посмотреть вот там вот на горе стоит единственный домик вот из этого всего ландшафта и стоит он прямо на самой верхушке наверно охрененно там жить вид оттуда наверняка просто божественный это город на севере майорке называется аль камба аль камба какой там тоже порт конечно понятно что это не пальма это меньше такой раз менее расключенный курорт здесь я бы сказать наверное здесь большие вопросы люди живут и как порт она работает другой стороны если посмотреть вот сюда то здесь у нас огромные отели один за одним мне кажется вот этот отель вон тот отель и там еще дальше а позади он там видно горы 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 это найти мне почему-то напоминает какой-то пейзаж из какого-то фоллаута что ли или что-то такое но сразу скажу что здесь например гораздо меньше туристов сразу видно здесь как-то попроще с этим делом хотя возможно это не центр вон как бы туристические авто вот все-таки едет куда там набрели на рынок и здесь какой-то чисто овощной отдел как у нас почему-то и но в других странах я такого не видел здесь ну чисто вот овощи со всех сторон разные виды что это вообще такое какое такое странно 325 стоит за килограмм но это относительно дорого для томатов но учитывая что они какие-то такие возможно не очень вкусно если в снг арбузики в регионах где они достаточно много производится стоят 3-4 цента килограмм то здесь они почти по евро килограмма если брать на такую арбузу там 7 8 килограмм 7 8 евро очень дорого возможно какие-то супер-бупер крутые но они типа висят вот чисто вот на канатиках маленьких слегка подсушены возможно не на солнце типа вяленые какие-то что ли но что это не идешь наверно это очень вкусно хотя выглядит они как что просто как не свежие томаты пляже али куде вот оказывается как это называется просто как видно здесь бешеное количество народа все это связано с тем что здесь смотрите какой здесь спуск во первых он очень пологий во вторых здесь конечно все просто идеально вычищена кроме но вот чуть-чуть конечно листва здесь травка все-таки осталось но тем не менее пляж идеально чистый песочек очень мелкий очень приятный и спуск такой плавно уходит вон девчонка стоит и там тоже по колено то есть клевый пирс и очень длинный пляж как вид народу просто туча чма здесь также есть любого плана развлекухи каяки катамараны всякие лодочки вон эти вот на этих штуках плавают как у вас здесь возьмите не они полупрозрачные такие здоровые голубыми хвостиками насколько отличается все таки пляже той же самой пальмы вот этого вчерашнего маленького городка и вот например вот здесь каждый пляж приятно посетить на каждом хочется поплавать рыба такая красивая такая свеженькая живенькая как как черт покажи ага понят клевый кадр был бы вот так и выражаются все фотографы современности человек искусство и мое тем не менее если вы хотите с детьми отдохнуть даже самыми мелкими нормально плывет катамаран или это не катамаран синее концептуальное дерево а у него кстати все открыто до реальных него ручка с каких годов интересно эта машина и номера еще убить вас старинный поскольку я таких номеров кроме этой машины не видел вообще мы находимся в городе кала гула это то что на побережье справа а там они поют в общем парни отдыхают да судя по всему моряки какие-то что ли клево выглядит и вон чайка сидит точно смотрите ребят чайка живая чайка невероятно просто здесь какие-то вот гостиницы но конечно здесь наверно меньше развита от именно туристическая штука по чек придет здесь больше именно посмотреть отдохнуть покушать наверное еще возможно поплавать на всяких лодочка какая-то мерзкая фиговина сидим в кафешке значит и тут много где всякого интересного стоит у вас на столе стоят апельсинки мы их лопаем мы спросили типа можно лопать не такие апельсинки хоть и не супер-купер сладкие так это все дело выглядит здесь какие-то крупные такие вот мидии ракушки все дела какой-то омар или что это не знаю вот это сейчас будет интересно как я смогу это осилить вот этим наверно же надо помогать себя открывать это все дело но он вкусно выглядит качество прав на вкус давайте для начала рис попробуем рис со вкусом меру морепродуктов очень классно теперь медиа кусочек какой классный соус вкус такой специфический клево еще лимончик дали очень поели мы это блюдо называется она поели это вроде как чистое испанское блюдо мне понравилось было вкусно не очень много именно морепродуктов но я думаю это в ресторане почти что во всех ресторанах на этом деле экономят и очень много риса было но зато соус был прям очень прикольный но блюдо не из дешевых из-за того что там очень много морепродуктов средняя цена наверно варьируется от 15 до 25 евро за порцию на одного человека так что ну мы взяли самую дешевую которую нашли практически я думаю можно вообще сэкономить кстати вот у нас есть небольшой рецепт на самом деле можно приготовить самим дома можно на развес купить уже почищенные мидии морепродукты сделать очень вкусный рис с тем же соусом и заварганить его дома очень вкусно и недорого памятник смотри какой-то якоря сплошные посчитайте сколько их 1 2 3 да напишите в комментарии сколько здесь было дикарей очень нравится переходы с темной вот этого части в светлые потом опять темный и вот это все так сливается вода абсолютно прозрачная очень чистая кроме того что вон там за углом есть обычный пляж здесь и также есть вот такие типа бетонные залиты пляжи прям среди скал очень прикольно тело но мне кажется здесь не очень глубоко поэтому нужно быть осторожным но очень-очень красиво вообще так выглядит как будто не знаю вилла джорджа клуни большой очень красивый дом ухоженный достаточно и вот эти вот раскидистые не знаю что это дерево идем по вот таким вот горным дорожкам кажется что здесь на самом ничего нет но дорожка идет вот так петля и через все побережье вон оттуда мы пришли практически вот это все прошли все начинается снова обычная пешеходная 3 тысяч кая тропа он лишь на дне она двигается купол так открывая закрывает не знаю на камеру видно паре не видно но вон огромные тучи медуз здесь а вот здесь вот супер мелкие медузки вон они прям вот такого размера по моему вот прямо на поверхности плавает от крупненькая висит но здесь прям реально что-то очень много все это очень сильно похоже на какую-то вулканическую породу яхта маленькая плывет красивая а вон маяк мы идем как раз к этому маяку какой-то офигенный камень на краю вот этот реально уже наконец вид тот которого я искал это выход в открытое море дальше на десятки сотни километров практически ничего нет но здесь уже как видно море не спокойно и здесь уже ничего не закрывает никаких волнорезов ничего нет летит катер просто летит полевые цветочки очень-очень много очень-очень мелких вот это вид ух ты они кидают камни там они падают через 300 лет он тут очень далеко не спалить я не долетел вот это долетит долетит точно а сидят ребята и курят кальян дайте ребята оказывается которые камни кидали они просто так сидели они оказывающие челятся реально через а поставили себе кальян отдыхают кидает камушки что может круче и вид такой конечно безумный вот и он сам этот маяк к сожалению тут все закрыто и особо никуда-то не пройтись спустились к воде я думал дай-ка занырнул но что-то мне как-то немножко перехотелось где она красивая штукенция но блин мне кажется что я не разбираюсь возможно на типа небезопасные идти походу да но выглядит она какой-то угрожающе красная поэтому я бы не стал здесь плавать смотрите медуза дергается но уже не может уплыть давайте попробуем спасти так хоп их тут на самом деле очень много вот здесь вот вон они катаются понятно почему здесь народ не плавает потому что это просто медузи поля уксады какая здоровая белая не знаю он 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 Это Магалов. Магалов считается тусовочной столицей всего этого острова. То есть здесь сосредоточены все крупные клубы. Здесь также несколько одних очень крупных мировых клубов. Что для тех, кто интересуется именно, например, вот такой тусовочной вечерней жизнью, вот этот райончик, конечно, весьма выглядит привлекательно. Кроме того, здесь есть практически на каждом углу по ресторанчику, по какой-то забегаловке. Очень много супермаркетов, 24-часовых супермаркетов. В любое время дня и суток можете найти что-нибудь, перекусить, выпить и где потанцевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Артем, я думала, ты как-то получше. Я думал, ты джентльмен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, она не пепси пьет. Господи, какая она страшненькая. Кто-то умудряется при всем при этом даже футбол смотреть. Прикольно сделано. Хотя понятно, что это просто шарики на леске, но они так висят. Еще бы их подсвечивало, было бы вообще просто бомба. Но девочки готовились, готовились. Наверное, они один час тут в зеркало сидели. Типа мадама стоит. Банкомат стоит, наверняка, в чудовищной комиссии. Снимаешь десятку, двадцатку комиссии. Смотри, на голове прикольно. Карлсон, е-мое. Клуб BCM. Говорят, что он какой-то супер-пупер крутой и легендарный. Давайте посмотрим поближе. Она неплохо справляется. Идем. Идем. Там только что эти полуголые девицы шлепали. Приезжает, ой, господи. Вот это шоу для взрослых. Это встречи на пускуков, что ли? Приезжает народ, прям реально, в любой возрастной категории. Даже взрослые люди приезжают отдохнуть. Даже самые взрослые бабушки вот сидят за столом и радуются жизни. Вот так выглядит вход в этот клуб. Билет на такую тузу стоит приблизительно 25-35-40 евро. Недешево. Но зато включен весь алкоголь, который вы можете его выпить. То есть все, что хотите, всю ночь, по-моему, до 6 утра, можете пить без лимита. То есть при таком раскладе это не настолько дорого. Зазывают просто в каждый бар, в каждом баре есть своя такая девчонка. Выглядят они весьма, весьма странно. Вот типа такого. То есть они не особо привлекательны на самом деле, но к некоторым парням и девчонкам, наверное, такое нравится. Наверняка очень крутое место, но это не особо для меня. Мы сейчас едем в какой-нибудь ресторанчик перекусить. Нормалек такие волны. Сегодня мы добрались до городка Порто Крис, что, по-моему, он называется. Здесь какие-то очень крутые пещеры, говорят. Возможно, туда пойдем посмотрим. А пока мы на побережье, и вон там видно, насколько прям жестко плещутся волны. Море сегодня очень прям, ой, жесть. Вот там вот прям они прям брызги во все стороны. И вот Катя там видно, как он качается. Или вот здесь вот эти яхточки маленькие. Кое-как стоят на воде. Жестко, жестко, конечно, сегодня. Ой-ой-ой-ой-ой. Видимо, сервис проводится вот здесь вот для катеров, потому что всякие здесь специальные инструменты, видимо, для того, чтобы их приподнять, все такое. Вот стоит вообще лодка чисто так. Отличная яхта. Кривая. Это тоже ничего. Ой, какая классная. Я так дополагаю, это очень дорогие яхты. Судя по тому, как они выглядят, они выглядят как спорт-машины. Амстредам написано. Да, стремительно выглядит. Вчера дождик ночью был. Смотрите, вот на черной машине особенно видно. Прям реально, как бы тут со всех сторон просто куски песка такого очень-очень мелкого. Это все, я так понимаю, со стороны Африки несется. И очень неприятно. Только вот вчера, может быть, человек машину помыл, а сегодня она вот в каков абсолютно. Вот он бодренько, конечно, заходит. Типа, перебрал чуть-чуть, не? Или он типа вплотную хочет встать? А, он вообще боком заходит, нифига себе. Ничего, он так вплотную притопает, прошувартовался. Ну, я думаю, учитывая то, что они водят эту штуковину, он каждый день в рабочем ритме, они, конечно, разобрались, где у них там габариты. Холодно. О, холодно, холодно. Ну, парни залезли, значит, не настолько холодно, надо привыкнуть просто. Очень холодная вода, в ночи было очень холодно. Вчера дождь шел. Сегодня солнца нет. В общем, температура воды сейчас где-то, наверное, меньше 20, я думаю, 19, 18, может, что-то такое. Очень клево. Прям чувствуется, что у Майорки все-таки денег-то поболее, чем, например, у той же самой Хорватии. Здесь, конечно, вложенного это все очень много. Здесь вот эти все в граните, выложено спуски, все с металлом, все в камне. Еще, как видно, тут практически вдоль всего склона установлены какие-то фонари и софиты, я не знаю, прожектора. Вот там это особенно видно. И поэтому, я думаю, вот это все подсвечено под разными оглами, под разными цветами. Ветерком, наверное, очень клево. Всякие мелкие ложатся, и там какая-то очень мелкая живность плавает. А дальше у нас вот такой вот огромный обрыв. Море сегодня очень прям неспокойно. Здесь очень клево прыгать вниз, я думаю. Вот отсюда, там на дне, ну, чисто очень вода, видно, что там дно очень далеко, очень далеко. Вот отсюда прыгать туда вообще, наверное, было просто кайф. Так, хоп, и туда. Его наверняка там заливает, да, во всю. Да, очевидно, те, кто вот в самом центре городишки, городишка, они более-менее как-то умудряются выживать, поскольку есть хотя бы какой-то поток туристов, хотя и городок маленький. А те, кто чуть подальше от центра отъехали, вот у них уже как-то и не очень. Половина заведений закрыта, а те, что остались, ну, держатся, скажем, скорее всего, видимо, на грани, потому что они выглядят не супер шикарными, не супер прибранными, супер ухоженными. Не совсем понял, как бы здесь стоит большая очередь, а тут автомат свободен, и можно купить себе билеты. Сейчас сеанс начинается через 2-3 минутки, надо узнать, куда попасть, и мы идем в те самые пещеры. Девчонка идет, будущий блогер, смотрите, уже с камерой. Причем еще камера большая, наверное, какая-то полупрофессиональная. Причем еще камера. Да, в общем-то, безумно раскрученные, на самом деле, пещерки. Да, интересно. 15,5 евро за билет за взрослые, это немножко дороговато, но в целом было интересно. И если бы нас не покатали на лодочках, это бы того и не стоило. Но с лодочками было прикольно. Одно из таких центральных, судя по всему, мест, куда приезжают с детьми, потому что с детьми тут все практически, семейное место, прийти, посмотреть на пещеру. Зашли по дороге в центр Монакора. Это один и тот же из крупных городов здесь. Но что-то народу здесь вообще никого нет. Ну, хотя бы, может быть, воскресенье вечер, поэтому... Большой такой храм. Надо пойти заглянуть. Подавить бы здесь, конечно, вон там. Но, конечно, загрибут. Загрибут сразу. Испанский футбол. Вот, где он это рождается. На вот таких вот маленьких городках, маленьких площадях. Хоть и дети маленькие, но они уже шарят что, куда, как, кому пасануть. И все умеют. Очень странная тема. Нам, по идее, дойти вот надо 50 метров, но почему-то они решили, что надо все-таки автобус. Ну, вот мы вернулись, в принципе, к себе в город. Вроде все удачно прошло. Кое-как долетели. Там были небольшие задержки по поводу самолета. Рейс задержали на 2,5 часа. И там, соответственно, следующие скаковки, которые были бы необходимы, они у многих людей начали срываться. Начался шум. Они, в общем, пригнали отдельный самолет с другого города. Он оказался меньше. Там не хватало мест в рядах. Хотя бы самолет полупустой. Ну и так далее. В общем, но тем не менее, долетели. Все, в принципе, довольны. А по поводу остального подытожить, наверное, могу сказать так, что Майорка – это просто удивительный остров, который совмещает в себе и отличный, качественный отдых, дорогой отдых в Пальме, например, и более-менее интересную, такую расслабленную жизнь в каких-то мелких всяких деревушках, всякие различные виды спорта, семейный отдых, дискотеки, в принципе, найти можно. Единственное, что я должен сказать, что, наверное, безавтомобильным по такому острову сложно передвигаться. Да, автобусы, но это все-таки выходит дороже, получается. Если удачно найти какое-нибудь предложение по поводу аренды, то вы получаете полную свободу действия, едете в любую сторону, заглядываете в любую деревушку, а там действительно есть что посмотреть. Тормозите, фотографируйте, едите дальше. И я думаю, вам понравится. Майорка действительно очень круто. Райский остров прям. Все про все потратили денег примерно я не знаю. 130-150 евро на человека, что я считаю совсем недорого. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok